Криминальная разведка займется ворами в законе в Украине продолжается планомерная работа по избавлению от криминала. В нации полиции Украины появится департамент криминальной разведки. Появление нового подразделения анонсировал замначальника правоохранительного органа страны Вячеслав Аброскин. По его словам, в ведомство войдут нынешний департамент уголовного розыска и департамент криминальной разведки. Сообщается, что основным направлением работы нового департамента станет борьба с организованными преступными группировками и криминальными авторитетами. О необходимости создания такого специального подразделения на Украине говорили еще несколько лет назад. Заместитель главы МВД Украины Алексей Руденко в 2015 году заявлял, что криминальная разведка предусматривает внедрение и глубокое аналитическое исследование полученной информации в совокупности с данными оперативных подразделений и сведениями из открытых источников. Правда, тогда речь больше шла о борьбе с коррупционерами и внедряться сотрудники полиции должны были в коррупционные схемы, что позволило бы документировать преступления еще на стадии приготовления, выявлять всех фигурантов и соучастников противоправных схем, а также предупреждать нанесение ущерба. Отмечалось, что такими методами пользуются антикоррупционные подразделения стран Евросоюза и США. На прошлой неделе Аброськин заявил, что за несколько месяцев работы силовиков удалось вчетверо снизить численность воров в законе в стране. По его словам, по крайней мере численность заезжих законников снизилась с 28 до 15 человек. Среди местных Аброськин назвал лишь семь воров, граждан Украины. Это Сергей Лысенко, Лера Сумской, Сергей Олейник, он же Умка, Валерий Шеремет Шарик, Ревас Катамадзе, Ризо, Армен Хачатрян, Хохол, а также авторитеты, известные как Хмели Воскресенье. Аброськин отметил, что количество зарубежных воров удалось уменьшить после массовой депортации на родину в Ныбре. При этом, по его словам, осталось еще пятеро уважаемых господ, которые сейчас пытаются получить украинское гражданство. Например, ищут себе жен в Украине. Еще трое Гайос Кварацхелия, Гии, Георгий Келадзе, Геого Азургецкий и Некий Китаец находятся в розы. Численность зарубежных воров на территории Украины, по словам заместителя главного полицейского страны, составляет порядка 15 человек. Напомним, что в мае этого года из Украины был депортирован вор в законе Давид Геляни, да то Сван, в июне задержан Манучар Гасвиани, известный в криминальном мире под кличкой Манча Зубдицкий. В августе депортирован вор в законе Айткали Маймушев, Леха Маймыш и Леха Семипалатинский. В том же месяце в аэропорту Киева с поддельным паспортом был задержан вор в законе Резобух Некашвили по прозвищу Пецео, ранее депортированный из России. В сентябре в очередной раз задержали постоянно возвращающегося в эту страну Гелу Джаджуа, известного как Геладбилисский. Чуть позже только с третьей попытки был выдворен законник Тингисчирая, Тинго Гальский. И это далеко не полный список. Субтитры создавал DimaTorzok